всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу поделиться с вами рецептом восточной сладости пахлавы пахлава получится мягкой и вкусной давайте же скорее начнем поехали начнем с приготовления теста в миску отправляем муку и топленое сливочное масло хорошо размешиваем до получения однородной массы в массу добавляем разрыхлитель ванилин соль молоко сметана и желтки лопаточкой замешиваем тесто продолжаем замешивать тесто вручную накрываю тесто миской и оставляю отдыхать на 20-25 минут тесто отдохнуло теперь разделяю его на три части части должны быть одинаковыми миска 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 раскатываю пласты тесто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Средний пласт теста перекладываю на противень. Вилкой делаю насечки. И отправляю выпекаться в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Приготовим начинку. Ножом измельчаю грецкие орехи. В миску отправляю белки, взбиваю их миксером. Субтитры сделал DimaTorzok Когда белки немного взобьются, можно в несколько подходов добавлять сахар. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Начинка готова! Начинка готова! Теперь будем собирать пахлаву. На пласт теста выкладываю начинку и лопаточкой разравниваю. Поверх начинки кладу печеный пласт теста и опять выкладываю начинку, разравниваю лопаточкой. Сверху кладу еще один пласт теста. Сверху кладу еще один пласт теста. Руками его разравниваю. Руками его разравниваю. Субтитры сделал DimaTorzok Смесью из желтка и молока смазываю пахлаву. Смесью из желтка и молока смазываю пахлаву. Я буду выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Прошло 30 минут. Теперь смазываю пахлаву медом и опять отправляю в духовку на 5-8 минут, чтобы появилась красивая корочка. Пахлава готова! Украшаю ее фисташками. Пахлава получилась невероятно вкусной, красивой и нежной. Надеюсь, вам тоже понравился этот рецепт. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok